Гонбалистки Кубани отыграли матч 15-го тура Суперлиги. И на этот раз у Краснодара было все, чтобы победить. Домашний паркет и не очень серьезный соперник ОГО Дэйв. Получилась ли победа, расскажет Владимир Черкашин. Мы, копчанки, наверняка прибыли в Краснодар с мыслью сыграть достойнее, чем в сентябре у себя дома. Но все же в первой половине матча атака больше удавалась хозяйкам. Впрочем, гости из Адыгеи тоже старались забивать. До поры до времени это получалось. Но на 20-й минуте в ворота Краснодара встала Ирина Михайлюта и вызвала серию сейвов. Плюс неоднократные попадания майкопчанок в штанги и перекладину. В общем, все это позволило гонбалисткам Кубани в счете уверенно повезти и тайм до удобного преимущества довезти. 18-12. Первый тайм получился немножко напряженный. Команда неудобная, не то что не по нашим силам, а не нашего уровня, чуть пониже и неудобно играть с такими командами. Во втором игровом отрезке интересно было знать, сколько Кубань еще забьет и сколько не пропустит. Ведь у гостей уже не получалось ровным счетом ничего. Ни в созидании атак, ни в их завершении. И уже на 13-й минуте лидер «Желто-зеленых любовь» Аришина лишила поединок интриги. 26-16. Гондволецкие из Адыгеи ничем существенным ответить не смогли. Лишь еще трижды они были точны. А Кубань набирала очки. 35-19. Уверенная победа Краснодара. Мы старались, потому что была поставлена определенная задача. Больше забить, меньше пропустить. Все старались. И я считаю, что немножко не справились с задачей. Но в целом игра получилась неплохо. После 14-ти проведенных матчей Кубань набрала 16 очков и закрепилась на шестом месте в Суперлиге. Владимир Черкашин, Михаил Бойправ, Кубань, 24, Краснодар.